ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Доказываем, учиться интересно. Рассказала? Тогда давай уже скорее начнем наш опыт. Ну, хорошо. Недавно я узнала о том, что бывает горячий лед. И мне стало интересно, что же это такое? Горячий? Он поможет согреться в эти морозы? Ну, не знаю. Вот об этом мы как раз и спросим нашего эксперта. Итак, я надеваю свои защитные очки. Значит, настало время экспериментов. Здравствуйте. Профессор Спышкина, над чем мы будем экспериментировать сегодня? Что это? Сегодня мы будем экспериментировать с сухим льдом. Вот он, пожалуйста. Вы можете убедиться в том, что он довольно-таки холодный. Очень холодный. Минус 79 градусов. А для чего он используется в обычной жизни? Это замороженный углекислый газ. В целом он необходим для перевозки медикаментов, потому что удобнее всего их переводить в нем. А в обычном льду, я думаю, что это будет невозможно, ввиду того, что он может растаять и просто превратиться в воду. Да, сегодня мы попробуем сделать интересный довольно-таки эксперимент, я так скажу, зрелищный эксперимент. Мы добавляем в колбу немного горячей воды. Я, пожалуй, проассистирую и подам вам лед сухой. Да, так как лед довольно-таки холодный, лучше всего его подавать в перчатках. Спасибо. Итак, мы добавляем лед в воду. Достаточно всего несколько кусочков. Как в кабинете у древнего алхимика. Как я и говорила, довольно-таки зрелищно. Ого, вот это красота! А что этот опыт демонстрирует? Мы наблюдаем сейчас процесс сублимации, а именно то, как вещество из твердого состояния, минуя жидкое, переходит сразу в газообразное. То есть лед у нас испаряется. Довольно быстро испаряется, я смотрю. Ну, конечно, он настолько холодный, а мы его аккумулили в горячую воду. Кстати, если кусочек сухого льда закупорить в бутылке с водой и взболтать, получится газированная вода. Но если положишь слишком много, бутылка может взорваться. Осторожно! А вот для чего нам воздушный шарик здесь? Мы можем также убедиться в том, что действительно оттуда выходит газ. Он у нас будет надуваться. А именно, мы сделаем вот так. Пожалуйста. И в самом деле он у нас надувается. Медленно, но верно. Ну, углекислота – это, собственно, тот газ, который постоянно содержится в этом атмосфере. Получается, он безопасен для нас. Конечно, абсолютно безопасен. Убедились? Убедились. Замечательно. Да! Класс! Что ж, с этим опытом все ясно, но в следующей программе мы увидим новый, такой же интересный эксперимент. Часто тебе приходится слышать «заканчивай играть, иди скорее учить уроки». Наверняка ни раз, ни два. Внимание, сейчас мы научим тебя, как выбрать такую игру, чтобы это не вызывало нареканий взрослых, а наоборот, только помогало в учебе и общении со сверстниками. Итак, о том, что такое миппл, и почему для кого-то вся жизнь игра – в нашем следующем сюжете. Тысячи посетителей и десятки тысяч персонажей – все смешалось в этой огромной игровой зале. Рыцари круглого стола помогают стражам ночного дозора, а белоснежки смело задирают самого Бэтмена. На несколько дней выставочно-деловой центр Сибирь стал окном в настоящую сказку. Такое волшебное превращение происходит уже в пятый юбилейный раз. И сегодня здесь можно встретить не только знатоков на столах, но и новичков. Ведь игры представлены в диапазоне от двух лет до девяносто девяти с плюсом. Диана Жакевич играет на столке с юности. Заядлая ролевичка, игра мечты, корона Эмбера и крокосон. Мы стараемся объединить и призвать к тому, чтобы играть в игры не только в поодиночке, там, друзьями, молодежи, но и целыми семьями с маленькими детьми. Они здесь регистрируются, получают специальную карту, на которой обозначены секретные столы, на которых стоят маленькие деревянные человечки-миплы. Внимание, справка! Мипл — это игровая фишка, схематично изображающая фигуру человека. Используется в популярной игре «Крокосон». И они должны сыграть в эти игры, им в этом помогут волонтеры, и, пройдя полный маршрут, они смогут получить в приз какую-то игру. И, кстати, такой приз вполне можно назвать ценным. Дело даже не в стоимости, а это примерно от 800 рублей и до бесконечности, а в том, что игра — это древнейший придуманный человеком способ передачи опыта и обладевания знаниями. В форме игры важная информация усваивается гораздо легче, так что настолки действительно способствуют развитию исключительно полезных навыков. Полезных, как говорят игроки, для прокачивания скиллов, тактики, стратегического мышления и не только. Мария Кочерова — организатор выставки, играет сама и ведет игровой клуб в школе. Игра мечты — громовой камень, «Крокосон» — верблюжьи гонки. Очень заметно, как это влияет на коммуникативные навыки, на умение держать себя и на развитие логики, на умение выстроить свою мысль, рассказать правила, а, соответственно, дальше они могут формулировать собственные тексты более грамотно. Это замечало. В игре видно, что у ребенка лучше развивается, что хуже, чтобы родитель вовремя обратил внимание, но вместе провести время — это замечательный способ. Абсолютно согласна с предыдущим оратором и семья Бекетовых. Мама, папа и Миша пришли за новинками игровой индустрии и говорят, это самый оптимальный вид семейного досуга. Неужели настольные игры настолько увлекательны? Настолько. Мы каждый год ходим на эту выставку, накупаем кучу игр, потом дома всеми вечерами зимними играем, друзей привлекаем, очень нравится. Пожелаем удачи семье Бекетовых и отправимся в свой квест на поиски самой полезной настолки этого года. Для начала немного теории. Итак, игры бывают. Для самых маленьких. Созданы с целью обучения первичным понятиям. Варгеймы — это сложные игры с военной тематикой и рядом особенностей. Карточные или филлеры — это игры с несложными правилами. Максимум на 30 минут. Абстрактные логические. Так называемые умные игры. В них нет активных действий, но они заставляют думать. Пошаговые игры. Здесь есть карты персонажей и статичное поле, по клеточкам которого участники перемещаются, выполняя задания. Большие стратегии. Это игры для тех, кто любит мыслить глобально и никуда не спешит. А еще бывают вот такие. Здесь смысл в том, чтобы волшебным бочонком, в нем спрятан магнит, собрать фишки-колокольчики только своего цвета. Пока Иван и Максим готовятся к турниру, мама одного из игроков рассказывает, почему первым подарком Максиму стала как раз игра. Математика, счет, цифры мы знали намного раньше других детей. То есть вот эти вот там до 100. Это у нас вообще вот он умел уже писать. Еще в садике даже такого не было. У нас-то было уже все намного вперед. Логика по шашкам. Это математика, английский. У нас намного лучше сейчас в школе. Мы четвертый класс, и мы с этим проблем не имеем. Ну а чтобы не иметь проблем и в возрасте вышешкольного, любители поиграть со стажем советуют древнюю ГО. Эта игра родилась в Японии несколько тысяч лет назад. Подсчитано в игре ГО более 16 миллиардов вариантов ходов. Для справки, в тех же шахматах всего около 100 тысяч. Роман Углев, специалист японского центра СФУ. Всю жизнь посвятил познанию тонкости Востока. Игра мечты ГО. В древности полководцы, правители в Японии самурая и придворные императора увлекались всерьез игрой ГО, устраивали такие интеллектуальные поединки и оттачивали свое стратегическое мастерство. Как раз игра ГО помогает развивать управленческие навыки. Ну, на современном языке бизнеса это раздел рынка, захват определенной территории, конкурентная борьба и так далее. Пожалуй, это настоящая заявка на победу. Так что играйте в ГО, Звонга, Каркасон, Верблюжьи гонки, Громовой камень, Монополию, Звездные войны и другие развивающие стратегии, квесты и варгеймы. Однако главное нужно помнить, что даже самой хорошей игре – свое время. Не забывайте о реальной жизни. А сейчас ваши вопросы и наши ответы. Рубрика «Почемучка». Жительница Красноярска Олеся спрашивает в нашей группе ВКонтакте. При какой температуре дети могут не ходить в школу? В зимний период температурный режим, который позволяет обучающимся не посещать учебные занятия, муниципалитетам устанавливается самостоятельно. То есть в силу того, что Красноярский край очень протяженный, с разными климатическими условиями, где-то большое влияние имеет ветер, где-то температурный режим очень низкий. Для примера скажу, что Красноярский порог такой 32 градуса и ниже, соответственно, обучающиеся 1-4 классов могут не посещать школу. Ну и с минус 35 градусов и ниже, соответственно, ученики всех остальных классов также могут не посещать занятия. В Енисейске порог чуть пониже, например, у них с 1 по 4 это минус 35, ну а, соответственно, 5 и 11 класс это 38 градусов. Могут ли выставляться неудовлетворительные оценки за отказ в приобретении в школу спортивного инвентаря? Однозначно нет. Оценка по предмету физической культуры выставляется на основе теоретических и практических знаний, умений и навыков, так называемых. А также оценивается положительная динамика и прилежность обучающихся. Школа обязана обеспечить учебную программу по предмету физической культуры всем необходимым инвентарю. А если у тебя тоже есть вопросы к Министерству образования, педагогам или же научному сообществу Красноярского края, смело пиши и звони в нашу редакцию. Пишите на почтовый ящик «Люблю науку» в «Собака.мэйл.ру» и звоните по телефону 233-04-03. А сейчас о насущном. Обычно мы не задумываемся об этом, но в современном мире нас повсюду окружают роботы. Большие, маленькие, простые, сложные. По сути, любая техника, которая может выполнить какие-то манипуляции за человека, уже робот. Что? И даже чайник-робот? Да, конечно. Маленькие, но очень полезные. И сегодня в рубрике «Я сам» мы расскажем сразу о двух робототехниках семиклассников. Семиклассники? И уже строят роботов? Ну что ж, посмотрим. Повторяют за ним движение, как в танце. По идее, так-то просто робот. Два семиклассника «Данил» и «Никита» друзья. Хороший тандем для работы над каким-либо проектом. «Данил» вдумчивый и серьезный, «Никита» предприимчивый авантюрист. Это был один из солнечных летних дней. Мы с «Данилом» сидели у меня дома, играли в игры на компьютере. Вдруг мне это все надоело. Я понял, что я не сделал ничего такого, чтобы меня запомнили. И мы с «Данилом» начали думать, что бы сделать. Ребят вдохновил фильм, где в главной роли, кроме Хью Джекмана, стальной робот-атом. Весь экшн-картины завязан на боксе, которым занимаются не люди, а многотонные стальные титаны, управляемые людьми. Вот и наши красноярские ребята придумали себе мечту. Когда мы ее придумали, мы жили только ей. Каждый день думали об этом. Решали, что к чему. Сколько это будет стоить. Где деньги возьмем. Денег, в общем-то, на первом этапе и не понадобилось. Пришли в ЦМИТ на базе Кимназии «Универс» и поделились своими мыслями с преподавателями о роботе Хьюботе. С точки зрения робототехники, конструкция тут очень простая. Это макет, и как таковым его роботом нельзя назвать. Но, тем не менее, изучив основные принципы, как работать с шаговыми двигателями, как ими управлять, как взаимодействовать с устройством Кинект, далее, вот если это знаешь, то дальше сделать на основе этих принципов конструкцию, которая уже будет красивая, с руками, напечатанными на 3D-принтере из пластика. Это уже не составляет труда. Главное, что они поняли, как этим управлять. За основу в своей работе взяли камеру от приставки «Хбокс» с уже прописанной программой, умеющей считывать движения суставов человека. Снабдили конструкцию популярной сегодня платой «Ардуино», роль которой в перекодировании информации для Хьюбота. Ну и, собственно, выточили на лазерном гравюре самого робота. Точнее, пока его руку. То, что мы сделали сейчас, это уже главное, что нужно было сделать. То есть он уже умеет считывать точки, и это главное. А остальное все уже основывается на этом. То есть это уже 100% реально осуществить, ну, при финансировании. Планируется, что в будущем Хьюбот будет считывать движение оператора не с камеры от приставки, а со специального костюма, надетого на человека. Финансирование на него ребята планируют получить, выиграв грант программы «Территория-2020». Мы хотим сделать, чтобы были все конечности, кроме ног. Ну, поначалу на каких-то колесиках или на чем-то. То есть не будет шагать, потому что равновесие не может робот держать. Еще ни один робот так не может. Он, может быть, может отвечать на вопросы человека, как голосовые поиски или голосовое управление, и воспринимать от голоса команды. Аналогов мало. Мы будем первыми русскими, кто такое сделает. Использовать своего робота ребята хотят не в спорте. Робот-разведчик, робот-охранник, робот-строитель. В общем, планы огромные. Осталось их реализовать. Согласись, это и правда удивительно. Как там сказал герой нашего сюжета Никита, они будут первыми, кто создаст такого уникального робота. Я за то, чтобы в таких юных кулибинах было как можно больше. Ну, а я за то, чтобы вы, наши телезрители, как можно чаще предлагали нам интересные темы для эфиров. Юные ученые, робототехники, физики и лирики, химики и математики. Если вы успешны в учебе, изобретаете что-то новое, и с гордостью можете сказать, что любите науку, пишите, звоните, мы расскажем о вас всему краю. Наш телепроект доступен в самых популярных соцсетях. Внимательно посмотри. Вот все наши адреса. Ну и на этом у нас все. Увидимся на Первом Краевом и готовься удивляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова